Доброе утро, сейчас 5 утра, собираюсь сейчас на съёмочную площадку, второй день съёмок, второй подряд, а так уже, наверное, дней 6 я туда езжу. Вот уже позавтракал, почти всё собрал, сейчас заеду ещё за своим другом, тоже каскадёр и попрем в Миндейн. Одеваю сразу же игровой костюм. Мы с Серёгой приехали на место, Серёга переодевается, я-то уже переоделся. Кузовчик! На улице сколько, Серёг? Наверное, плюс 5 или плюс... Меня уже загримировали, теперь жду Серёгу. Серёг, пойдём. Хорош, хорош. А тебе вообще чуть-чуть, да? Ну как, чуть-чуть нормально загримировали, вообще отлично. Теперь надо взять реквизит. Каскадёрам дают резиновое оружие, каски пластмассовые, чтоб друг друга не поубивали. Взял, Серёг? Нас уже ищут там. Это нас думают? Ну, каскадёры, говорит, приехали. Я Лёха увидел сейчас. Приодет его? Да. Да. На. Возьми чё. Подожди. Подсунут. Одень. Привет. Меня выиграли. Я в блог снимаю. А, кино? Да. Сегодня будет у нас война. Буду брать сегодня русских. Вот это нельзя вставлять бы. Будем воевать за Колумба. Давай покажу. Ну, Серёг. Давай покажу. Калуга крепкий. Крепкие калужские парни. Поцелуемся. Чтобы не расслабляться, я приехал подготовленный. А как ты подготовился, Серёг? Расскажи. Намочил волши, вышел на улицу, пошли в магазин с Каштановым. От гостиницы до магазина 400 метров. А мы такой круг подсчёт показали. Мы прошли километра полтора, наверное, если не больше. А знаешь почему? Да. Вот, путеводитель. А чё я-то? А ты нас оставил один. Короче, ты простудился, да, Серёг? Пришлось пешком идти. Ванной я буду. Поэтому мы сегодня проиграем. Ну хорошо, что ты там сидел. Потому что Серёга сразу после Иваны отправился в этот турпоход до полтора километра и заболел. Здрасте. Здрасте. Нет кипятка? Вкусная запеканка. В войну проиграем. Без кипятка, да. Да. Это я по комбайу под моё сделочку сейчас. Под доводь. По комбайу. Ты же поменьше говори. Конечно. Без кинбаев. Без кинбаев. Серёга, градусник у тебя, да? Кто из вас нет? Ха-ха-ха-ха-ха. Подвигаемся на площадку потихоньку. До съёмочной площадки идти где-то, не знаю, метров 600-700. Кирзачи на плечо, потому что в них ходить не очень кайфово. Вот, ребята, дошли мы до съёмочной площадки. Вот такая деревня. Каждый дом был привезён сюда и собран. То есть по Калужской области искали старые дома военного времени. Разбирали их, привозили сюда и собирали по новой. У них несколько плотов. Видишь, два сделали уже. Да, вижу. Ну вот мы уже поднялись на рубеж. Здесь располагается съёмочная группа, массовка, актёры и каскадёры. Р. Сегодня по сюжету немцы берут плоты. То есть такую водную переправу они построили и будут перебираться к нам на рубеж, а мы будем держать оборону. А это что за штука у тебя? Это штука по имени Будущее? Да, да, да. Будущее. Такая штучка просто. Смотришь туда и все. И хорошо становится. А ногу меня вылечит? Да, может подлечить, давай. Ну как? Сейчас положу чуть-чуть. Энергический удар. Да ты ведьма! Все, я пошел, я понял. Скажи, ты служишь, да? Да, служу. А где? В Кантемировской дивизии, я приступал. Ясно. И сколько вас сюда пригнали на съемки? Ой, так человек двести. Двести человек солдат, да? Да, точно не знаю. Ну понятно. Там еще сейчас приезжают, так что значное количество неизвестно. Ясно. Ну плюс еще массовка, да, здесь? Да, плюс массовка от военнослужащих и массовка еще от гражданских есть. И реконструкторов. Да, и реконструкторов. Но реконструкторов они в основном нет. Ну ясно. А ты тоже служивый? Нет, ты не служивый. Нет, я гражданский. Ты гражданский. Снимаюсь ради интереса. А сколько платят массовки, скажи? Ну я групповка. Групповка, это то есть выше массовки? Ну да. И сколько платят? Тысячу триста. Тысячу триста. А массовки сколько платят, не знаешь? Семьсот сот. Семьсот восемьсот? Семьсот. А он раньше был массовка, но его групповка платят. То есть ты уже бывалый такой этот. Да, да, да. Мы постоянно две недели уже без прерывных окопных боев. Мы тут обжились и вот уже... Уже как домой, да, приезжаете? Да, да, да. Ништяк. Съемки закончатся, я жизнь не представляю. Тоже либо реконструктором стать, либо... Тебе понравилось, да, короче, кино? Да, да, да. Но реконструктором стать надо денег. Да ладно, всего можно тут достичь. Ну, во-первых, надо еще знать все. Либо металлоискатель. Да, либо металлоискатель. Они же все находят, они как-то с акционов покупают всякое. Ну, может быть, да. У них все, все то, что у них есть, это их личное вот это вот. То есть тебе киношная жизнь понравилась, да? Да, я обжился настолько. Вчера вот такая речь командира нашего была, прям перемещаешься в ту эпоху, прям. Такие эмоции, админалин как бы. То есть ты был готов уже наступать вчера? Да, конечно. Ясно. Да еще условия комфортные, как люди воевали зимой, там, а-то вообще. Как отбит этот бадер ржем. Там во всем костюме, с пододетым теплым бельем, так и мерзнешь нафиг с этим ржем. Как люди вообще в обычной форме. Слушай, ну жизнь вот съемочная, это постоянно будешь в разъездах. Готов к такой жизни? Ну, планов. То есть дом ты вообще, дом не увидишь вообще. Будешь ездить. Ну а что, ради искусства. Нужно жертвовать чем-то. Можно сказать, контракт подписываешь фарф. Не увидишь вообще. Ну да, там, то есть жесткий режим такой. Месяц в год вообще. Я в дальнейшем хочу попробовать жизнь, как бы связанную со съемками. Да, получится или не получится. Ну а что, поступай в университет какой-нибудь там. Ну да, да, да. Вот в этом году. Актерский, режиссерский. В 2013 году. Бесплатно просто так. Получится, значит судьба не получится. А тебе сколько лет? Мне 25. 25. Ну нормально. Актеры говорят можно на, ну, вот это мастерство, ну, на актерское мастерство и так далее. Можно вот с любых лет до 30-ти поступать. Ну да. Конечно. Конечно, без проблем. Да можно и после. И после можно, если хочется. Нет, после 30-ти уже тебя могут и не взять в большинство ролей. Не-не. В основном только старые будут роли. Тем более как-то неловко будет. Старые роли. Слышал? Ну я имею ввиду, стариков играть. Многие актеры у нас еще в полтинник только начали. Ну конечно. Сейчас будет мастер-класс. Здорово. Знаешь, на войну с кофе. А что там? Она же без никотина, наверное. Конечно. Она с протеином. То есть из протеиновой сигареты. Братан, лови меня. В Таиланде? В Таиланде. В Таиланде. Начали репетицию. Поднимите. Братан, начали репетицию. В Таиланде. Быстрее, быстрее. Ина. Ина. Где девушки наши? В Таиланде. Саша вам приведет их. Только приехали, Леон. Только приехали. Сейчас, вот как только сразу идёт На съёмочной площадке каскадёра моего знакомого недавнего раздавило танком Съёмки остановились Друзья, всем привет! Это был мой первый видеовлог Но, к сожалению, произошла ужасная ситуация Трагический случай, погиб каскадёр Из-за нелепой случайности, которая стоила ему жизни Танкист перепутал передачи и вместо того, чтобы поехать назад, поехал вперёд Если кого-то интересует эта ситуация подробнее, в интернете есть вся информация Поймите меня правильно, мне крайне сложно об этом говорить И я просто не вижу в этом смысла Человека уже не вернуть Друзья, спасибо вам за просмотр Всего доброго! Берегите себя!